Всем привет, с вами снова Стелла, и в сегодняшнем выпуске я решила поставить такой теме, как Bullet Journal. Bullet Journal это система самоорганизации, это такой способ все успевать, делать больше дел и не забывать ни о каких важных, даже маленьких делах. Идея Bullet Journal зависит на том, что все дела, которые там, все проекты, которые вы ведете, все даже какие-то незначительные задания, рутинные вещи, их все нужно записывать. Современный человек, у которого много проектов, идей, дел, всяких занятий, увлечений, работы, его голова, да, проваливается тем, что нужно успеть, что нужно не забыть сделать. Считается, что сейчас нормальный человек уже не способен держать в голове все то, что ему нужно сделать, потому что очень большая медиа-активность, постоянно там мы читаем какие-то сообщения в Фейсбуке, какие-то ленты, ВКонтакте, получаем почту, получаем СМС, получаем Ватсап, и все это количество информации, оно так забивает мозг, что мозг уже не способен держать даже какое-то там более-менее адекватное количество дел. И о чем-то мы забываем, и люди надеются на тех, которым все равно, да, они не парятся, что они там что-то забывали или что-то не сделали, а есть и люди, которые как бы парятся, да, которые все-таки хотят как бы дела свои по жизни делать, и хотят успевать все, и хотят быть успешными. Так вот, эти люди, да, их как бы мозг постоянно находится в стрессе, так не забыть это, не забыть так, не забыть то, сделать так, не забыть. Стресс, он не очень полезен для вас, и он в том числе мешает на продуктивность, потому что вы не можете сосредоточиться на одном деле. Даже если вам кажется, что вы сосредоточились, все равно у вас часть мозга думает о том, как не забыть в магазине купить морковку, заплатить счета за свет или еще что-то. Так вот система Bullet Journal предполагает то, что вы все записываете, то есть все, что приходит в вашу голову, оно моментально должно переноситься на бумагу. В этот момент, когда вы переносите из головы на бумагу, вы освобождаете свой мозг. То есть поначалу как бы это все непривычно, что нужно все записывать. А постепенно вы привыкаете, вы как бы входите в этот режим. Вы все записываете, и на самом деле у вас реально есть какое-то ощущение, что как бы все под контролем. То есть даже если у вас там миллион дел на день или там миллион проектов одновременно идет, у вас все равно есть ощущение, что все в порядке, все под контролем, все будет сделано. Потому что раньше у меня в какие-то моменты начинался стресс, потому что я понимала, что, точнее я не понимала даже, от чего это стресс, я понимала, что вроде да, у меня все под контролем, я все делаю, Она не понимала, откуда это состояние такой паники легкой в голове И потом я поняла, что как раз именно из-за того, что я-то вроде бы думаю, что... Ну, точнее, я себе пытаюсь убедить, что все под контролем А мозг из-за того, что он пытается удержать каждую мелочь в голове, да Для него это слишком большая перегрузка И поэтому постепенно этот стресс просто приходит к состоянию легкой паники Что я что-нибудь забуду, что-нибудь не сделаю Вещь номер один – это то, что все нужно записывать И не просто, да, все записывать То есть понятно, что мы как бы люди, да Мы, в общем-то, склонны все записывать и так вот на листочках, вот на таких вот Да, на всяких постах, где-то там на каких-то тетрадках отдельных Каких-то блокнотах, где-то там, не знаю, на полях чего-то То есть нам так вроде кажется, что мы записываем Да и непонятно, зачем нужна система bullet journal Так вот второй постулат, не менее важный, чем первая система bullet journal Что вы все записываете в одном месте, да У вас есть некий такой блокнот И это важное правило bullet journal То есть это как бы, эта система, она работает только в одном случае Если у вас есть только один блокнот, в котором вы все записываете То есть если вы, например, ну сейчас мне скажете Ну вот я и так там дела записываю там в электронном формате Там то-то я записываю там-то Это вот мне удобно на посте-то вписать Вот это я там пишу на холодильнике, привешиваю бумажку Нет, то есть это как бы как раз не является системой bullet journal И это система, которая не очень работает То есть я в свое время как бы ее тоже как бы попробовала Мне показалось, что вот эта вот система, хоть и на нее сложный переход Она все-таки более эффективная Все пишете в одном месте И это одно место, оно помещает все то, как бы, да То есть все ваши идеи, все какие-то мыслительные процессы, которые происходят в вашей голове Это и какой-то распорядок, список дел, которые вам нужно сделать на сегодня И какой-то там календарь, в котором вы записываете какие-то важные мероприятия Да, когда что будет происходить И любые вообще заметки Только я блогер, я часто пишу сценарий, какие-то заметки, какие-то вещи Там не забыть что-то, что я буду использовать в своих выпусках или в блогах Я приучила себя все записывать в эту систему То есть это все вот в этом блокнотике Если вот так вот его пролистать, то здесь будет все, да Итог, там, идеи для будущих каких-то выпусков Идеи, там, связанные с моим проектом, там, серфцинком или еще что-то Я, например, нахожусь в Пенанге Здесь же все мои заметки связаны с Пенангом Чтобы посмотреть, что туда взять и так далее Третий пункт идеи вообще bullet journal Как бы существует в том, что все это должно быть систематизировано И есть некая система То есть есть оригинальная система, которая придумана самим вот этим создателем bullet journal И есть некие дополнения Дополнения они как бы оригинальной системе не противоречат, они просто ее расширяют В принципе, для первого месяца используя bullet journal идеально подходит именно использование оригинальной системы Просто начнется с оригинальной системы постепенно Просматривая каких-то других людей, которые делятся тем, как они ведут bullet journal Вы можете что-то добавлять И в этом прелесть вообще bullet journal, что это не только суперадаптивная система Это система, которая позволяет менять ее от месяца к месяцу Что-то не сработало для вас, какой-то там способ записывания какой-то информации Вы ее выкидываете, в следующем месяце делаете по-другому И вот это круто, потому что какой-нибудь там ежедневный покупной Особенно если там какая-то сложная уже система есть Список дел, важно, не забыть, еще что-то Возможно, для вас эта система просто не подходит То, что у каждого человека свой формат И вот это вот очень большой плюс bullet journal Что она адаптируема И она может эволюционировать от месяца к месяцу Даже вот у меня от недели к неделе Или от месяца к месяцу уже как бы Видны какие-то изменения по заполнению этой системы Один из главных плюсов bullet journal Просто огромнейший Что это супергибкая система То есть она адаптируется под любого человека Под любые задачи Будь там человек, не знаю, студент Будь человек там работает на каком-то там загруженной работе Будь это, не знаю, домохозяйка, у которой Там совершенно другие задачи и проекты Будь это человек, который в принципе сейчас в данный момент Нет каких-то особых проектов Он там, не знаю, на отдыхе находится Ему тоже может подойти Точнее, не тоже, ему точно тоже подойдет bullet journal Потому что эта система Когда вы в нее вникнете, поймете Она супер адаптируемая То есть она настолько адаптируемая Как никакая другая система И, как я уже говорила Для нее ничего такого специального не надо Кроме тетрадки, ручки И, в общем-то, как бы решимости действовать Тоже такой важный момент Почему именно аналоговая система, а не электронная Когда вы там ведете какие-то здесь, например, списки дел И вы нам, например, написали там список дел на сегодня И там, не знаю, наступил следующий день И перед тем, как вы переходите к следующему дню Вам нужно пересмотреть сегодняшний список То, что было сделано, вы вычеркнули Что-то у вас осталось И в этот момент вам нужно это что-то Из прошлого списка перенести Список следующего дня или последующего Вы перенесли, опять прошел день Вы опять не сделали Вы опять сидите, это все переписываете И, как бы, в этот момент может показаться Что, конечно, электронная система лучше Потому что может бесконечности просто эти сроки переносить Но именно тут, как бы, трюк вообще более джорнал, да, аналогово Что когда вы будете изо дня в день И я это проходила поначалу Переносить одно и то же дело Один и тот же проект Вы такие, раз его записали на сегодня Не сделали, ладно Ну, не сделали, он не был важным Ок, следующий день Вы опять его переписали В треть, там, пятый, не знаю, десятый Когда вы одно и то же несколько раз переписываете То вы понимаете, что Вы тратите время на переписывание этого, да Вы понимаете, что с этим надо что-то делать То есть, либо это не важное На самом деле для вас дело Сколько вы его там неделю уже продвигаете Либо же это важное дело Но вы, как бы, почему-то его И тогда задали себе вопрос Понять, почему вы его не делаете Может, вам там не хватает чего-то Для того, чтобы его сделать А может, вам просто не хватает Как бы, да, момента взять и сделать это Необходимость переписывать, да То, что все это как бы Умага все стерпит Но на самом деле не все степит, потому что вам придется это все на бумаге корябать. Это заставляет вас лишний раз переоценить, подумать, а нужно ли было там это дело, и лишний раз вы не будете переносить. Я очень такой диджитал человек на самом деле. То есть я все заметки всегда вела на компьютере, все записывала в телефон и, в общем-то, давно отошла от аналоговых каких-то вещей. То есть я очень давно уже книги читаю только в электронном виде. Мне проще посмотреть, например, кино у себя дома на компьютере, чем идти в кинотеатр. Ну, с кем-то, когда я иду там с друзьями. Просто потому что зачем тратить время на то, чтобы доехать до кинотеатра, или, например, если вам фильм не понравился, вы можете просто выключить, начать смотреть другой. То есть я как-то давно уже очень супер-диджитал человек, и такое как бы возвращение вот именно в бумажное, то, что вам нужно ручкой что-то записывать, для меня оно тоже было поначалу непривычно. Моя личная мотивация была именно перейти на бумажную систему самоорганизации. Я поняла, что я и так каждую минуту своего дня, за заключением сна, провожу с телефоном в руке, либо с ноутбуком. Слава богу, у меня нет айпада, а то бы я, наверное, еще с айпадом бы проводила. То есть я так много провожу времени вот в интернете и в каком-то девайсе, уткнувшись с него, что когда я еще веду список дел, или как-то пытаюсь самоорганизовываться, или ввести какой-то там, не знаю, дневник там, то это получается, что я вообще все время там буду проводить. Я решила какую-то часть времени, у меня такая последняя тоже жизненная концепция, уходить все-таки от ненужного проведения времени с гаджетами, да, поэтому я решила перейти на бумажную. То есть это была одна из моих мотиваций, чтобы пореже все-таки смотреть в телефон. Когда я стала более подробно изучать систему Bullet Journal, я поняла, что как бы их довод, да, изначально, почему это делать все в бумажном виде. Во-первых, потому что это простая система, то есть вам не нужно там вникать в какой-то там, скачивать какую-то программу, или там есть у вас там айфон, есть ли программа для айфона, есть ли программа для андроида и так далее. Как бы эта система, она доступна каждому. То есть купить блокнот и ручку там или карандаш, чем вам удобнее писать, может любой человек. Это как бы система доступна вам в любой момент. Она доступна вам в самолете, когда вам говорят, что сейчас, да, мы идем на посадку, или на взлет, или как в China Eastern, вообще не разрешают пользоваться телефоном во время всего полета. Когда я пыталась пользоваться, ко мне там три раза подходили, в четвертый раз прям очень так сурово подошли, сказали, давайте вам лучше выдадим бортовой как бы айпад. Не знаю, почему можно айпад взять телефон. То есть да, я была лишена своего девайса, на которого я привыкла всегда в чем-то там самолету что-то записывать. И я была очень, конечно, рассержена, то, что мне не разрешают на моем 10 или 11 часовом прилета, в Америке-то делать. Ну как бы рассержена даже больше на себя. Я не могу делать то, что я в тот момент там какую-то статью писала. А bullet journal как бы, вам никто его не может запретить, точнее вот тетрадочку вашу. Самая главная логика самого bullet journal, почему это важно, помимо того, что это всем доступно, что мы настолько часто, опять же, проводим в электронном, что наш мозг как бы не отдыхает от этого всего, и нам как бы нужно вернуться к более каким-то простым носителям, в данном случае это бумага и ручка, потому что это тоже как бы один из способов успокоить наш взбудораженный с этими вещами мозг. Когда вы что-то пишете, записываете, это как бы, опять же, это очень сильно успокаивает ваш мозг, потому что в этот момент вы не можете, да, то есть, грубо говоря, вы там взяли телефон, записаете какой-нибудь там список дел, или там пишете какой-нибудь там, я, например, пишу заметки, да, и тут же мне приходит идея, ой, сейчас я проверю вот эту вот информацию в интернете, начинаю проверять какую-то информацию, проверяя информацию, я там вспоминаю, что, ой, можно еще ее тут проверить, тут я захожу в какой-нибудь application, тут я понимаю, ой, надо мне поменять там свои настройки, какие-нибудь там у меня данные неактуальные, или тут я, ой, сейчас я зайду к быстрому месседжу, посмотрю сообщения, ну и так далее и тому подобное. Пока я ищу, я успеваю отвлечься, прочитать уже ленту фейсбука, сделать что-то еще, я понимаю, что так, прошло 20 минут, в лучшем случае, да, я просто лезла за информацией, а в итоге я как бы ушла вообще не в ту степь, а как бы вот такой носитель, да, он, плюс, не позволяет вам отвлечься, ну, как бы, естественно, вы можете тоже там на полях с точки рисовать, но это будет как бы не совсем то. То есть он как бы вас фокусирует на одном каком-то деле, потому что никакие notification отсюда не выскочат, никакую вы там не сможете ленту посмотреть и так далее. То есть опять же, это опять же успокаивает мозг, плюс когда вы пишете, то есть это такое как бы однообразное действие, которое вы совершаете рукой, это тоже как бы успокаивает ваш мозг. То есть, грубо говоря, да, самый крутой способ успокоить мозг – это медитация, но медитация не всем способна. То есть даже я, не знаю, сколько уже времени об этом думаю, даже когда я проходила в випассану, я не могу на ежедневной основе медитировать. То есть для меня как-то, сколько мой мозг носится, я сама постоянно тоже ношусь по жизни со скоростью света. Мне очень сложно заставить себя медитировать. И понятно, что мне бы от медитации, конечно, была бы огромная польза, я в этом уже даже почти убеждена, но вот начать застать я себе не могу. И я заполнение вот этого вот bullet journal, заполнение с этой тетрадки, даже записывание каких-то вещей не в компьютерах, как я привыкла, а именно от руки, это как бы для меня некий способ медитации. Не в полном, конечно, на этом мире медитации, но это лучше, чем ничего. И я заметила, что действительно, это меня как-то очень сильно успокаивает. А когда вы начнете, в принципе, вникать в эту тему bullet journal, вы поймете, что огромное количество людей из-за самой системы bullet journal устроили такую систему украшательств, то есть стараются все красиво оформить, то есть не просто записалось, как записалось. В этом тоже есть дополнительный смысл того, что пока вы занимаетесь этим украшательством, вы отчасти теряете время, с другой стороны, это в некотором смысле такая рисовательная медитация. На самом деле, эта система подойдет абсолютно любому человеку, но кто-то для себя выберет, что ему это неудобно, кто-то кому-то действительно удобнее пользоваться электронными системами, хотя я супер за то, чтобы пользоваться компьютерами, пользоваться верноут, вундерлист, то есть я пользуюсь теми этими аппликейшнами, которые есть прекрасные, и про них тоже можно сделать отдельный выпуск. Но сейчас, в этом году, я решила попробовать именно вот эту систему, и пока настолько она демонстрирует лучшие результаты, чем только, когда я пользовалась теми системами, что я решила пока ее придерживаться. Для кого это не подойдет? Наверное, это не подойдет для тех людей, которые, в принципе, не способны проявить никакое усилие, которые говорят, ой, я не могу там, я не заставлю себя записывать. Но окей, если вы не можете сделать себе такую простую вещь, как вы хотите записывать, то действительно система не для вас. И я думаю, что вообще на самом деле проблема то, что для вас никакая тогда система не подойдет, потому что любая система требует некого такого как бы коммитмента, какое русское слово, ну того просто, чтобы как бы это делать. Тут нет никакого секретного ингредиента, как заставить себя это делать, а потом через какое-то время вы просто втягиваетесь, и это как бы становится для вас какой-то полезной привычкой, и вам не нужно там себя уже каждый день будет уговаривать. Важный момент про bullet journal. Вы, когда его заводите, вы даете себе слово, я не знаю, там, вселенной кому угодно, что вы все будете вести в одном месте. Потому что если вы его завели, но на самом деле у вас еще там 100 миллионов других блокнотиков, бумажечек, тетрадочек, вот этих вот поститов вот прекрасных, то это не будет работать, да, и вы сейчас какое-то время просто поймете, как бы, что Стелл там нам рассказывал, ничего такого особенного. То есть я действительно все записываю сюда. То есть вот если вы будете лениться и будете так, так, ладно, это я не буду записывать, так, ну, что-то доставать, час его писать, то, ну, как бы, он не будет работать, да, вообще нет смысла его пробовать. Как бы, он работает, только в случае, что он, когда вы там в рабочем состоянии находитесь, там, он у вас лежит на столе, и в любой момент вам какая-то идея пришла, в голову, так, не забыть это, оп, нашли нужную страничку, записали. Вы куда-то идете, вы куда-то едете, он все время с вами. Ну, все, счастливо всем bullet journal. Если у вас остались какие-то вопросы, что-то непонятное, пишите комментарии в блоге или здесь, и постараюсь про все это рассказать. Если про что-то надо подробнее сделать в видео, то, как я и говорила обычно, да, обязательно про это пишите, я буду это все вносить, потому что у меня есть целая страничка в bullet journal, которая называется «Идеи для новых видео» или «Идеи для новых блокпостов». Туда я все записываю, потом уже, когда у меня появляется время, я возвращаюсь к этому, смотрю, да, какие у меня были в свое время идеи, поэтому ни одна идея, она не пропадет, она будет лежать в этом журнале и ждать целый час. Пока! До встречи на выпуске!